Когда у него было 95 лет, отмечали, а он говорит, ты знаешь, я вычитал, что в Японии живет женщина, есть 116 лет. Мне есть куда стремиться. Сегодня в кругу большой семьи и друзей Олег Плендов отмечает вековой юбилей. Столетний путь ветерана был богат на события, но самым страшным, конечно, стала Великая Отечественная война. Первокурсник Могилевского пединститута добровольцем пошел на фронт, попал в разведку, видел и пепелище городов, и гибель товарищей. Самым памятным в своей биографии Олег Назарович считает 43-й год. Тогда он мог погибнуть трижды. Верно? Расскажите, как это было? Как было? Я бежал с донесением в штаб полка. Перешел через рычушку. Автомат тут же носится, понимаете? Чтобы не замочить, я его на спину. И я не знал, что с той стороны немцы обстреливают этот участок. Я бежал, спотыкнулся и подумал, что я зацепился. Подбегаю до штаба, автомат поворачиваю, а он разбит. Пуля попала в металлическую часть и расколола приклад. Здесь штаб сбежался. Начальник штаба говорит, ну, сержант, в рубашке ты родился. В другой раз бойца спас неразорвавшийся снаряд. Удачу уберегла и при артобстреле под Смоленском. В 1944 году в боях за Витебск Олег Плендова контузило, и он не смог вернуться в строй. Но нашел себя в мирной жизни. Бывший фронтовик стал педагогом. Отдушина ветерана – поэзия. Он выпустил три сборника стихов, которые и в сто лет декламируют по памяти. Был бой за маленький поселок. Вокруг стоял и треский гол. И тут внезапно зной осколок мне прямо в шею суданул. При выписке врачи сказали, живучи нынче молодежь. С ранением этом, милый парень, в свой полк уже не попадешь. Сегодня в квартире Олега Назаровича как никогда шумно. От бесчисленных гостей, теплых пожеланий и смеха. Поздравить именинника приехали депутаты, представители местной власти и общественных объединений. А школьники устроили для ветерана импровизированный концерт прямо у подъезда. Среди артистов и праправнучка фронтовика. Он всегда пишет стихи и потом дает нам послушать и рассказывает. За это вот люблю. И то, что он столько, много всего прожил. В сто лет Олег Плендов полон энергии и оптимизма, которыми готов поделиться с окружающими. В торжественной обстановке ему вручили главный подарок – новый паспорт. Еще на 25 лет? Да. Значит, через 25 лет снова будете менять паспорт. Буду надеяться на небесную канцелярую. Анна Корольчук, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Продолжение следует...